Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я приглашаю вас в новый весенний варшавский влог. Суббота, 12 часов дня, и мы едем к озеру на пикник. К какому озеру мы едем? Как оно называется? Озеро. Оно называется озеро. Оно находится недалеко от Варшавы, пару десятков километров. И мы едем туда отдыхать и наслаждаться жизнью. По ходу пьесы сейчас мы заедем в магазин, возьмем набор для пикника. То есть возьмем еды, потому что без еды вообще не вариант ездить на природу. И будем наслаждаться жизнью. Вы с нами? Ну вообще это очень в нашем стиле. Вот так вот в середине дня собраться на пикник, поехать что-то еще купить к этому пикнику. Сейчас я выбираю одноразовую посуду. Хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вы есть, за ваши офигенные комментарии. Особенно мне понравились к предыдущему видео, когда все девочки написали, что они готовили. И оказывается, что есть супер классные хозяйки, которые готовят необыкновенные блюда. Например, одна моя подписчица в тот момент, когда я готовила суп, она готовила лососятину. Вернее, она готовила лосятину из лося. В общем, друзья, вы меня очень вдохновляете. Я рада, что вы со мной. Спасибо. И оставайтесь на моем канале. И если еще не подписались, подпишитесь. Смотрите, как интересно. Автобус для сбора донорской крови. Вот он стоит прямо возле торгового центра. Наверное, желающие сдают кровь. Ну, понятно. И отдельное суперспасибо я хочу сказать своему подписчику. Я долго не знала, кто это. Но я увидела в аналитике, что кто-то сделал мне суперспасибо. Это такая новая функция на ютубе, когда можно, если понравился блог или понравился автор, информация, можно отправить суперспасибо. Так вот, мой подписчик отправил мне суперспасибо на влог там, где я готовила вместе с моим сыном. Вернее, сын готовил, я ему помогала. И мне было очень интересно, кто этот человек. И я узнала, кто это. Это наш друг, который живет в Доминикане, который один из первых моих подписчиков, смотрит все влоги. Юра, тебе одна с Игорем тоже суперспасибо. Очень приятно. Практически пол первого. Мы еще на территории нашего района, скажем так, на этом пятачке. Мы успешно сходили в магазин, купили какой-то ерунды на наш мини-пикник. Я вообще не знаю, пикник ли это будет. Сейчас мы заехали на какую-то непонятную заправку. И в Париж? И в Париж. Махнем в Париж? Махнем. Зверюшек оставим дома на хозяйстве. Да, очень интересная заправка. Заправляешься, подъезжаешь к шлагбауму, называешь номер заправочки. И вот все. Все готово. И теперь мы наконец-то едем. Куда мы едем? Называется озеро. Озеро Жегжинске. Мы это выяснили. И здесь обалденно, красиво показываю. Красота номер один. Сможальня рыб называется. Посмотрите, какая красота. Уточки, яхты, лодки. Какая-то непонятная штука. Офигеть. В основном все пьют пиво. Вот смотри, какие собачонки. Ау-у. Здесь просто все кайфуют. Ну, наверное, они сначала катались на лодках, эти люди. И потом приехали пиво пить. Ну, пока жареные рыбы мы не обнаружили. Но обнаружили, что все здесь сидят на расслабоне и пьют пиво. Такая красота. Я влюбилась. Я вот прямо влюбилась в это место. Но это же надо. Мы везде находим яхты. Сейчас мы узнаем, что вообще здесь происходит. Потому что по периметру, вот так, если вы обратите внимание. Вот там озеро, все в лодках. На том берегу тоже много разных таких мест симпатичных, прогулочных. Кафе, ресторанчики. Все в яхтах. В общем, мы узнаем, что вообще здесь происходит. Как это происходит. И возьмем, может быть, не сегодня. А если и получится, то сегодня какую-нибудь лодочку напрокат. И выйдем не в море, а на озеро. Ребята, ну это супер. Да, и еще плюс. Крутой воздух. Вообще такой лес-лес. Лес-озеро. Здесь такой маленький полуостров. Стоят скамейки. Люди отдыхают. И наслаждаются видами. Что-то у Виктора вкусно. Виктор, что там ты ешь? А ты чипсы не брал с собой? Вредная еда. Чипсы вредная еда. А это полезная еда. Где же найти? Где-то все раздают. Найдем и только приехали. Мне кажется, что здесь можно не один выходной провести. На этом месте. Посмотрите. У меня опять детский тире поросячий восторг. От красоты мест. Да, яхту. В общем, какую-то компашку организовать на эту яхту, как в Израиле у нас. Делюсь срочными новостями. Пока я тут фотографирую, все снимаю, отправляю в свой телеграм-канал, в котором мы с вами, друзья, общаемся, болтаем, что-то обсуждаем, мне позвонили. Мне позвонил польский номер. И девушка меня спросила, оставляла ли я заявку на кресло маникюра, мастера маникюра. Я сказала, нет. Она говорит, может быть, на ресницы. Я говорю, нет. Скорее всего, я оставляла заявку на парикмахера. Она меня очень быстренько переключила на какого-то парня. Мы с ним поговорили. Я ему рассказала немного о себе. И договорились, что в понедельник я его наберу, и мы договоримся о встрече. Так что, возможно, будет работа. Но это не точно, вы же знаете. Мужчина блогерствует, как всегда. Ну, такой вот у нас скромный мини-пикничок. Взяли этот салат. Я его обожаю. Я вам рассказывала уже про него. Он очень похож на оливье. Ну, вот эти ложечки, какое-то мяско. Так, перекусить. Hi, vlog. Hi, vlog. Вот прям классика жанра. Прийти на природу и сразу есть. Да? Мы это любим. Как у вас происходят такие дела? Вот у вас тоже природа равно еда. Перекусили, побалдели. И сейчас мы идем, все-таки хотим найти место, где дают лодки на прокат. Смотрите, сколько лодок. Вообще. Я даже не могла себе представить, что в Варшаве так сильно развит яхтинг. А вот и ценник на съем лодок. В среднем лодка, например, на 8 человек стоит в день 390 злотых. А вот такие маленькие лодочки. И нужны документы. А вот, не вымажая потенциал. Где? О, вот такую мы можем снять. А на сколько она человек? Цена чартеру. Полдня 320 злотых и целый день 420 злотых. Это такая маленькая лодка, на которую не нужны документы. На все остальные документы нужны, подтверждающие, что вы умеете водить. Вот на эту не нужны. И это не нужны. Видишь, и помогают патенты. Слушай, ну классно, классно. Мы сфотографировали. Значит, здесь сайт, телефон. И можно организовать себе водные выходные. И еще сейчас смотрим ресторанчик. Он есть в интернете. Его очень рекомендуют. Вот и меню. Журек 16. Уже нам нравится. 14. Келбаса 16. Вообще все прилично. Симпатичный ресторанчик. Мы заказали кофе. Потому что есть мы не хотим. И показываю, какой здесь вид. Там озеро. Супер. Я думаю, что сегодня мы нашли прям великолепное, потрясающее, мега крутое место, где можно проводить выходные. Именно не выходной, а выходные. Потому что тут непаханное поле. Здесь есть еще аквапарк. Здесь рестораны, здесь огромная территория, красиво. Вся травка подстриженная, лес, озеро, яхты. Я делюсь впечатлениями, делюсь восторгом. Стриженная травка. На ней лежат люди, отдыхают. Вот эта дорожка для велосипедистов и тех, кто ездит на роликах. Это мой муж идет. И здесь тоже, по всей вероятности, что-то дают в прокат. Лодка найдена. Покажи. Вот такую. Может, такую не одинаково стоит? Ага. Ну, это поменьше, чем вот тут сильно большую-большую парус, я не знаю. А, ты что, снимаешь? Конечно. Вон, вот такую, видишь, хлопцы что-то пошли и решили, что нам уже не надо. А это тоже с парусом? Конечно, с парусом. И сколько это? Вот это она стоит 200, да? 200, полдня это в выходных тех. Ну, прикольно. Вот, парни вышли и сразу зашли. Значит, вот такую можно снять лодку. Небольшую. Я не знаю, как она называется. И можно снять вот эту побольше. Это, которую сейчас парни тянут. Что ты думаешь, какую мы будем брать? Нет, мы поменьше возьмем. Маленькую вот эту. Парни лодкой снесли дерево. Или деревом снесли лодку. Не рассчитали габариты. Ну, вот это огромное, да. Можем начать с этой маленькой, с малютки. И потом перейти. У меня есть свой персональный капитан корабля. Или капитаном буду я. Я буду капитаном, а ты кем? Кем-то. Вот это место спуска. Воду. И можно выходить в открытое озеро. Это будет супер, да? Я уже хочу. Так что, друзья, ждите. Скоро на моем канале будет экстрим-видео, как мы выходим, хотел сказать, в море, как мы выходим в открытое озеро. Вдвоем. Двое в лодке, не считая собаки. Может, мы и нюпу возьмем? Для такого, чтобы уже совсем было. Балаган-балаган. А я не знаю, можно ли туда камеру с собой взять. А то вдруг перевернется камера. Ох, ждите. Это не в этом влоге. И, возможно, в следующем. Кто ищет, тот находит. Вот, понимаешь, везде мы найдем эти яхты. В Тель-Авиве яхта, пожалуйста. В Герцлии, пожалуйста. В Одессе, пожалуйста. В Варшаве яхта, пожалуйста. Ой, чуть не упала на радости. Это будет твоя работа. Вот так будешь. Так, Сержкот. Вот так раз ставила. Потом мы поворачиваем. Вот так раз. Убрала. И там раз. Выключила. Опять подставила. Будешь матрос. Старший матрос. Подожди. Ты сказал, что я был капитаном. Ну, ты капитан. Ты раз старший матрос. Вот так мне уже нашли работенку. Я думала, что я буду капитанить. С умным видом. Тебе что-то рассказывать. Я не знаю, правда, что делает капитан. Но я буду делать раз веревочку, два веревочку, раз веревочку, два веревочку. Здесь специальное место для катания на скейте. Потом дорожки для роликов. Посмотрите, детская площадка обалденная. Потом для тех, кто хочет заниматься спортом. Спортом сегодня, видимо, никто не хочет заниматься. А, сейчас Виктор будет показывать джим. Волейбольная площадка. Еще площадка. И вот тут тоже для чего-то. Но я не знаю для чего. Наверное, для каких-то скалолазов. Да, спортом. Так что, серьезно пойдешь спортом заниматься? Люблю я спорт, особенно балет. Так, идемте дальше. Ой, уже даже некоторые здесь загорают. Класс. Вот. Не, ну спорт сегодня определенно не в тренде. Да какой прессик? Ну, идем. Поел оливье, теперь прессик ты будешь качать. Как-то это несерьезно. Он девушка в купальнике уже. Где, где девушка в купальнике? Где девушка в купальнике? Она в купальнике. Господи. О, эти мужчины, лишь бы где-то высмотреть девушку без купальника. А вот какие-то домики. Такие фургончики даже, да? Вагончики, фургончики. Смотрите. Интересно. Тут, наверное, тоже люди снимают, отдыхают. Вот, пожалуйста. Такие милахи. И можно с компанией приехать. Мне кажется, это здорово, да? Вот так взять большую компанию. И на выходные, суббота, воскресенье, выйти на озеро, да? Потом здесь пожарить рыбу. Потому что здесь есть даже гриль. Сейчас я вам его покажу. Покушать, отдохнуть. И не надо вообще никуда далеко ехать. Это тоже немаловажно. Вот, видите? Такая штука для гриля. Хотя вообще тут прекрасный вот этот ресторан. Виктор что-то там заглядывает. Всё, это однозначно ван лав. Мы влюбились. Просто влюбились. Значит так. Завтра мы сюда приезжаем, если погода, с нюбкой. Будем валяться на траве. Нюбка будет бегать. Собирать клещей. Потом на неделе мы приезжаем. Берём лодку. Правда, Витя сказал, что на лодку камеру он мне не разрешает брать. Потому что это будет минус камера. Но ничего, я вам всё равно всё обязательно расскажу. Признайтесь честно, я вас ещё не замучила своими яхтами. Потому что я опять иду туда, к ним. Вот, пожалуйста. Сейчас я здесь прям присяду, и будет мне хорошо. Как попрощаться со зрителями? Нюбка. Куда идём мы спеет тачком? Большой-большой секрет. Вообще-то это не секрет, да? Потому что Найки едет сегодня на озеро с мамой и с папой. Найки там будет бегать. Найки там будут вычёсывать шёрстку. И вообще будет балдеть. Юный путешественник. Да, да. Скажи, куда я еду? В Айлат? Может быть, я опять в Айлат еду? Вроде мама сказала, на какое-то озеро едем. Да. Мы теперь не изменяем традиции. Второй выходной. И мы опять едем... Ой. Опять едем на озеро. Только теперь уже с нюбчиком. И я взяла заодно ему его расчёску повычёсывать. Потому что у нюбчика началась весенняя линька. Вот. Погода супер. Настроение, судя по всему, тоже супер. Так что, друзья, продолжаем отдыхать. В общем, мы не удержались и сразу присели. Вот на такие шезлонги. Найки с нами. Скажите, такой кайф. Ну что? Честно. Вы честной. В принципе, мы для этого сюда его и взяли. Кто балдеет? Кто балдеет? Балдеет, елюровый мой. Мех. Потом тебе свяжем пояс. Сделаем пояс из собачьей шерсти. Ты лучше убери эту чёрную штуку. Переднего плана, да. Ого, найки, подчёс. Ты что, он там балдеет? Да. Лямки с и делает. Да. Да. Вот так. А то уже эти куски такие висели у него. Вот это класс. Природа. Почухиваю у меня. Какая красивая собака сейчас будет. Вычесанная, ухоженная. У него тут так интересно. У него когда поднимается шерсть, вот тут вот получается какой-то он вообще как рыжий под шортом. Да, мама чешет собаку. По-моему, это нормально. И покажи, какое у нас место колоритное для вычески. Колоритное место для вычески собак. Мы продолжаем изучать, вернее как, даже не изучать, наслаждаться польской кухней. Сегодня мы зашли в таверну, в которой вчера просто пили кофе. С нами найки. И мы заказали два журека. Что ещё заказали? Рыбу. Какую-то рыбу запечённую целиком. Какой-то кусок мяса. Всё это на гриле. Сейчас посмотрим, что нам принесут. Пошёл журек. А ну, как тебе? Вкусно. Классно, да? В принципе, после журека можно было бы уже вполне остановиться. Но не в нашем случае. Потому что мы любим есть в режиме колобков. Ест на хлебушек. Рыба. Выглядит вообще, пахнет супераппетитно. Это у меня здесь картошечка. Чесночный соус. Свининка. А у тебя? Ой, ну выглядит. Как она пахнет. Немножко завидую. Возмущению нет предела. Вот такая картошечка. Оно. Оно. Субтитры делал DimaTorzok Хозяйвы надолго засели в ресторане. Смотри, какая красота. Найки. Причесаны найки. Подчесаны. Количество людей в ресторане не уменьшается ни днем, ни утром, ни днем, ни вечером. Вот эти классные места, на которых мы сидели уже, отдыхали. Вот такое супер, супер уютное место. Найки, как тебе сегодня наша прогулка по лесу, по озеру, по ресторану. Что ты скажешь подписчикам? Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь. Сейчас она чуть помолчит. Подписывайтесь на мою маму и ставьте лайки. И увидимся в новых влогах. Да. Бум. Увидимся в новом влоге. До скорой встречи. Все. Найки причесался, поел хлебушек. И он хочет спать. Друзья, спасибо, что досмотрели влог до конца. До скорых встреч на моем канале. И всем классного настроения. Ты помощник режиссера. Да. Ты помощник режиссера у меня. Мы монтируем для вас влог. И еще один. Ты, может быть, продюсер? Ты, может быть, продюсер?